всем привет делаю экстренный выпуск но сперва небольшое вступление для особо отборного планктона который самостоятельно думать не может повторяю я не удаляю никаких комментов это мой принцип мне вообще по барабану что вы там мне пишите и как я уже сотни раз говорил мне по барабану мой канал в принципе особо смешно читать как совсем ограниченное хамячо все пытается найти в моих действиях некий корыстный интерес и о боги некий хайп какой интерес какой хайп вы настолько ограничены в своем развитии что не можете посмотреть на статистику канала почти за три года мой канал набрал всего 600 тысяч просмотров даже для одного ролика за месяц при такой статистике это провал я уже сотни раз показывал что ничего не зарабатываю на этом канале так как считать 5 баксов в месяц за сотни роликов заработком вы видно совсем бомжи раз для вас это заработок и мой прошлый политический ролик вообще не монетизирован и ограничен по возрасту то есть опущен на самое дно 500 просмотров за пару дней это же вообще супер хайп дело в том что сейчас youtube ограничивает все в том числе не дает спамером писать много комментов и тем более писать оскорбление маты если роботы туба заподозрил отклонения то удаляет автоматом ограничивает во всем если ставишь много лайков если ставишь много сердечков я когда пишу ответы под своими роликами то вынужден ограничивать их до трех пяти так же как и лайки сердечками ставить не более десяти так как youtube тогда их просто игнорит так как и комментарии и вы если строчите коменты один за другим то вас просто режут есть лимит youtube а теперь о главном хотел сделать еще вчера но немного отговорили делаю сегодня многие кто смотрит мои ролики про разоблачение мошенников по технической части видели что я особое внимание уделял как тирхи так и его закадычному другу по аферам андрею слободяну я выпустил более 20 роликов с подробнейшими обоснованиями электронных схем механики характеристик опытов и множество других доказательств что это совершенно безбашенный аферист мирового масштаба потому что так врать и дурить народ во всем мире надо иметь полное отсутствие совести но сторонники секты вечных бтг а-ля тихо слободян не очень хотели верить в мои железобетонные доказательства так как сами моих описаниях разбирались как свиньи в апельсинах отчего лаяли на меня как шавки на слона даже не пытаясь разобраться в сути последний ролик по его душу я выпускал ровно два месяца назад где огласил решение суда в мою пользу которая состоялась еще в конце прошлого года и подал в суд на меня именно слободян требую материальной компенсации аж в двадцать тысяч долларов но потом вдруг откатил назад и претензий уже не имел ладно не буду тянуть кота за хвост мне в эту пятницу 21 числа утром прислали сообщение что южной корее в сеуле в 7 часов утра был пожар в одной квартире это сводки из полиции потушили через полчаса оказалось там был мужчина который задохнулся от дыма так вот это был слободян предварительно предположили что пожар начался от возгорания конденционера сплит системы и загорелась наружная часть а квартира оказалась именно та которую вы неоднократно видели там где я показывал фотографии как он собирает свою шарманку с аккумуляторами именно в этой квартире и совершалась одна из самых громких афер сфере бтг похоже возмездие нашло своего героя так что ваш идол и мессия по вечным двигателям решил уйти не попрощавшись таким экстравагантным способом сторонники секты возможно уже крутят своем мужичке что типа о мертвых либо хорошо либо ничего это заезженная пластинка совершенно не соответствует действительности так как когда-то и кем-то была вырвана из контекста на самом деле полное зречение о мертвых либо хорошо либо ничего кроме правды такое зречение приписывают древнегреческому политику хилону вроде испарты еще что-то там по до нашей эры хотя конечно врут так вот я намерен говорить только правду другого не приемлю с тех пор как я его стал выводить на чистую воду полтора года назад он пытался всеми способами заставить меня замолчать вход шли угрозы уговоры шантаж попытка подкупом множественные банны на ролике от него и от тирхи и вот даже подавал суд на защиту чести и достоинства но самое уродливое даже для мошенника его уровня было то что он как террорист брал заложников которых шантажировал так чтобы меня заткнуть расклад был такой у него было несколько работников некоторые уже бывшие которым он обещал хорошие зарплаты долго эксплуатировал держа на голодном пайке мало того в долг тянул у них деньги но достойного так ничего и не выполнил народ долго требовал задолженность но он пару лет всех кормил обещаниями а тут я со своими разоблачениями тогда он придумал очередную аферу якобы у него наметился хороший контракт на пару миллионов если он его подпишет то ему дадут крутой аванс который он со всеми рассчитается ну вот на другом конце планеты живет человечек который какой с горли со своими роликами и если меня не заткнуть то эти ролики могут дойти до инвестора и тогда контракт сорвется и жаждущие возврата долга ничего не получит ребятки понимая что они заложники повелись на этот развод и стали выходить на меня слезно прося тормознуть с разоблачениями даже взятку предлагали естественно я не повелся дал им только время около месяца чтобы они просто убедились что аферист их снова разводит так и вышло ничего он с ними не рассчитался долги не вернул но я внимательно следил за ситуацией понял что ничего и никому он платить не собирается я возобновил свои выпуски по его разоблачению а через пару месяцев ко мне вообще домой приезжает некий товарищ и говорит что ему слободян должен очень большую сумму за пятью нулями уже 12 лет вот скоро отдаст но с условием что я не буду делать ролики с разоблачениями поэтому он берет его в заложники ситуации и стоит вот такое условие в общем голый шантаж с тех пор прошло месяцев 10 но догадайтесь кроме отмазок слободян что-то сделал ничего по моим сведениям слободян остался должен многим людям как минимум более двух миллионов долларов некоторым которые поверили в его утопические увещевания он поломал жизнь люди остались без квартир без семей залезли в огромные долги у своих родственников и друзей соответственно остались и без родственников и друзей и все ради того чтобы андрей слободян мог безбедно прожить свою жизнь и строгать очередные фейковые приблуды якобы вечные двигатели вот именно он создавал мировой хайп чтобы тормознутое хамячье писало кипятком и фейкодрочеры вроде тирхи рафаэль и маклакова и другие хайпожоры пиарили его обман и наживались на этом но все жертвы молчали так как андрюша продолжал их забалтывать райскими кущами так что сектанты можете возводить себе идола и молиться на него дальше я не знаю найду ли время чтобы поведать в подробностях про все его аферы у нас сейчас война и не знаю выживу ли я материала и фактов у меня очень много но нет времени как и сожалению то что случилось с этим членостат многим пару дней назад он заслужил такой бесславный конец вот тут все произошло это была его конспиративная квартира хотя была и своя которую он опять же на халяву использовал у одного из заложников у корейца ли который не раз фигурировал моих роликах и вложил приличные суммы надеясь получить бешеные прибыли и славу ну так ему обещал слободян вот это тот кондиционер у которого загорелась наружная часть каким образом дым проник вовнутрь и спровоцировал пожар внутри это конечно вопрос возможно можно было бы удовлетвориться подобной версии хотя для меня не годится но я знаю что он связался с очень сомнительными инвесторами и последний год имитировал бурную деятельность посвоение полученного аванса а кредиторы были из тех с которыми шутить вредно для здоровья и если раньше его аферы прокатывали то в этот раз возможно хотели ему немного намекнуть о последствиях но перестарались ладно всем пока